ДЖИФС и ВУСТЕР В главных ролях Стивен Фрай, Хью Лаури. По мотивам произведения Пиджи Лудхауса. Автор сценария Клайв Экстен. Режиссер Роберт Янг. Режиссер Роберт Янг. Эй! А сдачу? Спасибо, сэр. Спасибо. Вам спасибо. Доброе утро, мистер Вустер. Доброе утро, мистер Роберт Янг. Который час? Десять минут десятого, сэр. Десять минут десятого? Что, дом горит? Мне об этом не сообщали, сэр. К вам пришел господин Финкнотл. Дживс, я еще не проснулся, я не выпил чаю, а ты подсовываешь мне каких-то Финкнотлов. Разве сейчас время для Нотлов? Джентльмен сказал, что у него срочное дело, сэр. Он живет за городом, Дживс, и он перевозбуждается, когда приезжает в Лондон. Скажи ему, что я встречусь с ним в 12 в клубе Дроунс. Хорошо, сэр. Эй, такси, такси! Прошу прощения, вы не ушиблись? Все в порядке, не волнуйтесь. Клуб Дроунс, пожалуйста. К вам миссис Тревор, сэр. Скажи, миссис Тревор, что меня нет, и я разберусь с ней утром. Берти, просыпайся. Тебе уже пора быть одетым. У меня для тебя работа. Дживс, твой хозяин всегда так поздно встает? Мистер Вустер вчера допоздна задержался на деловой встрече. На деловой встрече? Что подразумевается под работой? Что за работа? Ты будешь в восторге. Ты слышал о классической гимназии Маркет Снотсбери? Нет. Это классическая гимназия в Маркет Снотсбери. Вручение наград будет в следующую среду. Спасибо, Дживс. Ты будешь вручать их. Я? Вручать награды? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что раздавать их будешь ты. Это должен был делать викарий, но он подцепил какую-то заразу. Его не будет. Нет, тетя Делия, нет, нет, нет. Чтобы я вручал награды, готовил речь. Не пускай пузыри, это серьезно. Это я смеялся, иронически. Не делай этого. Нет, это окончательно. Я не буду вручать награды. Ты сделаешь это, Берти. Или ты никогда больше не появишься у меня. А ты знаешь, что это значит, ты больше не отведаешь обедов Анатолия. Ну, давайте подумаем. Нет. Ты не получишь больше ни кусочка стрепни Анатолия, если откажешься от этой простой, легкой, приятной работы. Но чтобы вручать награды, надо занимать видное положение. Когда я ходил в школу, это делал какой-нибудь премьер-министр. Это было в Итоне. В Маркетс Нотбре может выступить любой человек в городке. Ну, так предложите дяде Тому. Он носит гетро. К сожалению, Берти, мне придется рабее подойти к нему и ошарашить его новостью, что мне от него нужен чек на 500 фунтов для журнала. Мелвис Будуар. Не позднее 3 августа. Будуар снова на мели? Пока ты не возьмешься делать еженедельный журнал для женщин, ты не узнаешь, что такое мель. Ты помнишь, как я потеряла все деньги в Каннах на карточной игре? Еще бы не помнить. Казино изготовило памятную медаль. И это не были деньги дяди Тома. Нет. Это были деньги, которые он дал мне для оплаты счетов журнала. О, мой Бог. И если ты думаешь, что я попрошу его надеть цилиндр и лайковые перчатки и пойти раздавать награды в гимназии Маркетс Нотсбери... Я понимаю, что вы хотите сказать. Я даю тебе день, чтобы привести в порядок свои дела. А завтра я жду тебя в Бринкли-Корт. Ты будешь в восторге. Не понимаю, что Гасси Финк Ноттл делает в Лондоне. До сих пор он был так привязан к провинции со своими тритонами. Сэр. Доброе утро, Джервис. Доброе утро, сэр. Тритоны, как маленькие ящики, снующие в пруду. Это разновидность саламандровых тритонов. Они относятся к роду Мольхе. Да, тритоны. Обычно он приносил их в школу. Он часто делал это, сэр? Он уехал в глубинку и посвятил свою жизнь этим дурацким тритонам. Он решил целиком посвятить себя им. Теперь слишком поздно что-то менять. Обычно так и случается, сэр. Доброе утро, Молли. Доброе утро, сэр. Он ведь не сказал, чего хотел? Он сказал, что влюблен в молодую девушку, но она постоянно нервирует его, сэр. Вот это сюрприз. Я уверен, что за пять лет он не говорил ни с одной девушкой. Это нам урок, Джейвс. В этой жизни ты либо запираешься в глухомане и сидишь со своими тритонами, либо приударяешь за хорошенькими девушками. Либо одно, либо другое. Выбирай, сэр. Грустное замечание, сэр. Он не упоминал имени девушки? Мисс Бассет, сэр. Мисс Мадлен Бассет. Я сражен. Сражен на повал, Джейвс. Неужели вы знакомы с ней, сэр? Конечно. Ее отец оштрафовал меня на пять фунтов. Должен признаться, до того, как ты сказал все это, у меня еще была надежда, что у Гасси есть шанс. Теперь же он пропал. Он как раз тот человек, которого проглотит Мадлен Бассет. Это, несомненно, хорошая новость, сэр. Я не ошибусь, если скажу, что она пишет стихи. Когда девушки неожиданно спрашивают тебя, о чем ты думаешь, глядя на звезды в небе, на эти божьи ромашки, ты невольно призадумаешься. Да, наверное, сэр. Это поправимо. Каких-то полмиля. Привет, Гасси. Привет, Берти. Ну, что там насчет тебя и Мадлен Бассет? Не узнал, что ты с ней знаком. Не был знаком, пока не встретился с ней. Но позапрошлой неделе ее собака занозила себе лапу, а я помог вытащить эту занозу. Так что, любовь с первого взгляда? Да, Берти. Жизнь была бы проще, если бы мы с ней и были тритонами. Да, конечно. Я тысячу раз говорил себе то же самое. Ты знаешь, как самец тритона ухаживает за самкой, Берти? Он встает напротив самочки, крутит хвостом и прогибается. Нет. Да, вот так. Это сильно отличается от шампанского и цветов. Знаешь, Гасси... Слушайте. Слушайте. Наступило время предложить что-то получше Фокстротта. Сегодня вечером это свернет несколько голов в клубе. Я не знаю, что и делать. Мадлен собирается уехать с этими людьми за город. Так поезжай с ней. Я не могу находиться рядом с незнакомыми людьми. Так ты их не знаешь? Все, что я знаю, это то, что их фамилия Треверс. Они едут в Блингекорт в Ворстершире. Гасси, твои опасения напрасны. Ты сегодня же туда поедешь почетным гостем. Ты знаешь Треверсов? Треверсы, это моя тетя Делия. И что я там буду делать? Если бы ты бывал там раньше, ты бы не задал этот вопрос. Там прекрасная атмосфера. Я там был три раза помолвлен. Серьезно? Без существенных результатов, конечно. Но факт остается фактом. Огромное спасибо, Берки. Приношу свои извинения. Не могу приехать, поэтому посылаю своего хорошего друга, Огастаса Финка. Финк Нотла. Нотла. Испытать ваше гостеприимство. Он хорошо известен как человек, вручающий школьные награды. Поэтому во мне нет особой необходимости. Любящий вас племянник Тверди. Великолепно. Я делаю ставку на совместное пребывание. Гасси тушуются рядом с Мадлен. Но представляешь, что с ним будет после того, как день за днем, неделю за неделей, они, сидя бок о бок, будут есть сосиски за завтраком. Боже мой, Джесс. Да, сэр. Вот как следует смотреть на эти вещи. Я упомянул сосиски? Сосиски. Да, сэр. Отправь телеграмму, Джипс. Предупредим Гасси, он должен произвести на девушку впечатление человека, умирающего от любви к ней. Этого нельзя сделать, только поглощая сосиски. Готов? Да, конечно, сэр. Финк Нотл, Брюнк Лекорд, Маркет Сносбери. Забудь о сосисках, Берти. Очень хорошо, сэр. Нет, секунду, по скриптам. Также не употребляй ветчины. Это должно сработать. Джипс, я спрашиваю из интереса. Что ты делаешь? Мне интересно. Я сортирую одежду, сэр. Что в починку, что на выброс. Погоди, минуточку. Этот белый жакет совсем новый. Я думаю, он попал сюда по ошибке. Или подброшен вашими врагами. Должен сказать тебе, что я купил его в Каннах. И вы носили его? Каждый вечер надевал в казино, и красотки строили мне глазки. Они, наверное, думали, что вы официант. Так, послушай, Джипс. Извините, сэр. Телеграмма для мистера Бустера. Вам телеграммы, сэр. Прочти, пожалуйста. Зря утруждала ноги. Твое поведение невыносимо. Для чего ты прислал ко мне своего ужасного друга? Кто этот Финк Боттл? Сожалею, что нахожусь за ста миль от Лондона, и не могу пришибить тебя кирпичом. Кстати, Анжела разорвала помолвку с твоим другом Глоссопом. С любовью, Треворс. Надо же. Что, сэр? Моя кузина Анжела разорвала помолвку с Таппи Глоссопом. Я думаю, так, сэр. Надо ехать. Тетя Делли раскудахталась. Мое место возле нее. Да, сэр. Это такая неожиданность, Джипс. Таппи и Анжела. Мне всегда казалось, что они склеены намертво. Да, жизнь полна неожиданностей. Да, сэр. Но жить надо. Что такое дяди и тети? Я не знаю, сэр. Чьи-то родители. Это традиционный пудинг и печеный ревень. Затем возникают дружеские, банальные отношения. Но эти тети Джипс... Точно, сэр. Они даже значения слова «банальность» не знают. Среди моих многочисленных тетушек тетя Делли стоит особняком. Она человек чести. Вспомни хоть тетю Агату. Несомненно, сэр. И тетю Джулию. Да, сэр. И тетю Шарлотту, которая прислала мне открытку с изображением мемориала павших воинов, за то, что я отказался взять с собой на завтрак ее чудовищного ребенка по дороге в школу. Тети известны своим строгим поведением, сэр. Это определяющая черта породы. Да, именно так они говорят. Посещать тетку, это как пробираться по топкому болоту. Болото или не болото, нам нужно ехать. У нас есть обязательства перед кузиной Анжелой. Кузина познается в беде. Верно, сэр. Привет, Берти. А, Анжела, старушка. Мама в библиотеке. Здравствуйте, тетя Делия. Берти. Мы с Анатолием как раз оставляем меню на ужин. Мистер Уустер, я добавил в меню ваш любимый рис с овощами и телятиной потулуски. Помешивай его все время, Анатолий, помешивай. Конечно. Я все время буду помешивать, месье. Не волнуйтесь. Берти. Да, дорогая. Берти. Как хорошо, что ты рядом. Ты знаешь, я так разбита. Да, серьезные неприятности, моя дорогая. Плоть от плоти. Если Том узнает, что этот глоссоп сделал Анжелу несчастной, то определенно быть в беде. Налоговая инспекция требует дополнительно заплатить 58 фунтов. Том говорит, что он погиб. Что с нами станет под железным колесом фортуны. Если бы не кухня Анатолия, он бы не выдержал. Так что же произошло между Таппи и Анжелой? Акулы. Или скорее акула. Ты помнишь, какая-то тварь напала на бедную девочку, когда она была в Каннах? Ах, та акула. Да, я помню, были разговоры. Анжела рассказывала эту историю. Глаза ее блестели, кулачки трепетно сжимались. И что же ты думаешь? Этот недотепа глоссоп сидел, слушал с беспристрастным видом. И когда она закончила, сказал, вероятно, это была большая рыба, вполне безобидная. Она хотела поиграть. Что вы говорите? Именно. Анжела гордилась этим. Она очень чувствительна. Ты знаешь, она сказала ему, что он дурак и идиот, не понимающий, о чем идет речь. Да, это серьезно. Теперь я вижу, как я вам необходим. Да, но скорее не ты, а Дживс. Дживс? Его великолепные мозги. Нет, нет, нет. Тетя, прошу прощения, нет. Мозги есть не только у Дживса. Теперь я ваша подмога. Привет, Таппи. Привет, Берти. Ты уже в курсе о нас с Анжелой? Да, небольшие трения из-за истории с акулой. Анжела была очень агрессивна, и я воспользовался случаем, чтобы с ней поквитаться. Агрессивно? Очень агрессивно. У меня возник вопрос по поводу того, что Анатоль приготовит нам на обед. На что она посоветовала мне меньше думать о пище. И ты все еще любишь ее? Я не сказал, что разлюбил ее, молитву выдумщицу. Я люблю ее безумно. Просто мне кажется, что иногда ей не хватает хорошего шлепка по заднице. Таппи, старина. Не надо так, Таппи, старина. Да, я сказал, Таппи, старина. Кого-то это может шокировать. Но где же боевой дух Глоссипов? Где боевой дух Глоссипов? А где женская добродуша Анжелы? Якобы у меня растет второй подбородок. Будь честен, Таппи. Помнишь, как ты сказал ей, что она похожа на баллонку в новой шляпе? Да. Она была похожа на баллонку. Но это была не грубость, а конструктивная критика. Чтобы исправить положение, нужно чем-то ее заинтриговать. Единственное, что можно сделать, это дать ей понять, что я готов пойти на уступки. Таппи, я знаю, что нужно делать. Есть один беспроигрышный способ, чтобы показать девушке свою любовь. Много не есть сегодня. Что? Подумай, как это будет выглядеть. Она ведь знает, как ты привязан к пище. Я не привязан. Нет, 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 конечно нет. Просто она увидит, как ты, даже не попробовав, оставишь еду и поймет, что твое сердце страдает. И, может быть, сама захочет исправить положение. У меня просто здоровый аппетит. Нет, пища ничего для меня не значит. Нет, нет, конечно нет. Не попробовать то, что приготовил Анатоль? Вот именно. Это довольно серьезно. Чем серьезнее, тем лучше. Я умру. Это ненадолго. Кроме того, ты сможешь подкрепиться. Когда все лягут спать, очистишь кладовку. Да. Понимаю. Конечно, я могу. Да. Там останется что-нибудь съедобное. Конечно. Какая-нибудь закуска. Да. Стейк и пирог. Это было за обедом. Пирог с почками, приготовленный Анатолием. Берти, жаль, ты не попробовал его сегодня за ланчем. Почек немного. Только чтобы хорошо раздразнить аппетит. Впрочем, стейк тоже был вкусный. Топи. Что? Ладно. Я должен отодвинуть все? Не попробовав. Прекрасная идея, Берти. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Джеймс. Гаси. Как ты можешь спокойно говорить, Гасси? Это непорядочно с твоей стороны Представить меня человеком, способным вручать награды Дорогой мой Гасси, только подумай, в каком выигрышном свете ты предстанешь Ты будешь на сцене, романтичная, впечатляющая картина Восхищенные взгляды присутствующих Мадлен увидит тебя в другом свете Да? Конечно Кто ты для нее? Финг Ноттл, друг Тритонов, собачий лекарь А там ты будешь оратором, человеком дня Она не сможет устоять Нет, не сможет Ты думаешь? Абсолютно уверен Может быть, это и получится, но она выглядит такой строгой, возвышенной Особенно в профиль Ты видел ее в профиль? Такой четкий профиль, просто душа в пятки уходит Я с ума схожу Ей надо стать немного мягче, добрее Да, я думал об этом, у меня есть план Будь добрый, чипс Повесь эту черную штуку в шкаф И достань мне белый пиджак с медными пуговицами О, Господи, сэр Я не взял его с собой, к сожалению Это мой промах Ты не взял, зато и я взял Ты найдешь его в гардеробе Хорошо, сэр Между Тапи и Анжелой возникла серьезная преграда, Дживс Да, сэр У меня есть идея, Дживс Я посовещался с мистером Глоссопом и думаю, все сложится удачно Конечно, сэр Дживс, я уверен, что тебе все ясно Манера, с которой ты произносишь, конечно, сэр Создается впечатление, что только чувство приличия не позволяет тебе произнести «скажешь что же» Мне неловко это слышать, сэр Просто будь аккуратен, Дживс Хорошо, сэр Ты будешь рад услышать, что я предпринял шаги для примирения Тапи и Анжелы Конечно, сэр Дживс Простите, сэр, продолжайте, пожалуйста Хорошо, вот этот план Я сказал Тапи, чтобы он отказался от еды за ужином Сэр Ты что? Забыл телеграмму, которую мы послали Гасси и Финк Нотлу насчет отказа от сосисок? Тут то же самое Отказ от еды является универсальным показателем любви Не надо ничего выдумывать Не надо, сэр Без мучительных объяснений, просто и естественно Это не может дать осечку Ты ведь понимаешь, Дживс? Да, сэр Думаешь, мой план не сработает? Мне кажется, Анжела решит, что отказ мистера Глоссепа связан с несварением желудка, сэр Послушай, Дживс, у меня возникла еще одна мысль Я сдаюсь, сэр Помоги мне с пиджаком, Дживс Где у него будет вера, сэр? Том! Том! Ты будешь опять на меня кричать из-за денег для твоего журнала Что ты делаешь с оружием? Как что? Вчера кто-то подкрадывался к дому Сегодня я буду готов к встрече Я запрещаю тебе играть с оружием Брось, Делия Ни слова больше, Том Я запрещаю Ты всегда попадаешь не в тех людей Том, Николай За кого ты нас принимаешь? Что, вы имеете в виду одежду? Ты выглядишь как комедиант из бродячего цирка. Циц. Что ты сказал? Я сказал циц. Скажи еще, и я прихлопну тебя на месте. Не хватало еще слушать твое циц. Хорошо, успокойтесь. Когда надо будет, я сама на себя цыкну. Моя дорогая тетушка, все проблемы позади. Мозг Вустера снова набрал высокие обороты. О, нет. Я не заслуживаю этого. Вам необходимо всего лишь воспользоваться диетой Вустера. Диетой Вустера? Что это за бред? Да-да, это серьезно. Все, что нужно, это отказаться от еды во время ужина. Просто сидеть с покорным видом и отказываться от каждого поданного блюда. Зачем? Ради чего? Я готов поспорить, что после ужина дядя Том подойдет к вам и скажет... Дэлия, дорогая. Он ведь так к вам обращается, и он скажет... Дэлия, дорогая, ты ни к чему не притронулась за ужином. Что-нибудь случилось, дорогая? Эти треверсы порядочные глупцы. Могу я что-либо сделать для тебя, Дэлия, дорогая? На что вы ответите, да, дорогой. И после этого он бросится выписывать вам чек. Это восхитительно, Берти. Но когда этот Дживс успел придумать? Должен сказать, тетя Дэлия, что этот план на сто процентов разработан в моем мозгу. И он должен сработать. Знаешь, я думаю... Может, попробую. Я не хочу сидеть за столом напротив Глоссупа, Мадлен. Бедная Анжела, ты все еще переживаешь из-за Тапи. Любовь разрывает душу. Разрывает душу? Я просто закипаю от злости, глядя на этого ублюдка. Восхитительно. Сегодня я достигну высшей точки в своей карьере. Нельзя и пенсы сейчас сэкономить. Налог на это, налог на то. Подоходный налог. Они хотят, чтобы мы были нищими. Они, как я сказал Дэлии, вырывают последний кусок изо рта. Или этот клоун Харольд. Вместо того, чтобы пытаться сократить налоги в Вестминстере, слоняется где-то в Гастингсе. Мы платим за него. Они заставят нас побираться на улице, клянусь Богом. Клянусь Богом. Они заставят нас побираться на улице. Вот увидите. Я видел в Саримбаке, как побираются целыми семьями. Этого, наверное, хочет наше дурацкое правительство. Не нравится моё консаме опом-дамур? Нет, это невозможно. Им очень понравится мой рис с телятины по-тулуске. Посмотрите на этого Дезраэля и на его дурацкие книги. Вы погубите консервативную партию, они все стали красными. Я видел начало всего этого. Всё началось с неприятностей в Ринне-Миде. Именно с того момента. По-моему, пять минут пройдёт, не больше, и появится этот Оливер Кромвель. Ужасные вещи случились на его похоронах. Сначала похоронили, потом раскопали снова, посадили на пику его голову. Как это всё называется? Как, я вас спрашиваю? Я виню во всём только романские племена. Если бы Магнус Максимус не отступил в своё время, картина бы была другой. Виноваты только они. Что же я сделал не так? В чём моя вина? Я конченый человек. Магнус Максимум КОНЕЦ Нет! Нет, нет! Послушайте, я оскорблен! Они же умные люди. Они поймут Анатолия. Они обязательно скажут добрые слова и поддержат его. Ты поднимешься, Анатолий. Ты должен взять реванш. Так же, как их так называемый поэт Шекспир. Если к нам несправедливо отнеслись, неужели мы это стерпим? Анатолий возьмет реванш. Сейчас я должен повезти Мадлену Сетт. Я буду говорить с ней о разбитых сердцах, трепетных чувствах, как она лежит в такой обстановке. Затем, примерно через четверть часа, придешь ты со своими чувствами. Оно уже будет эмоционально подготовлено, и тебе останется как бы вспрыгнуть на ступеньку проезжающего автобуса. Последний раз, когда я вспрыгивал на ступеньку автобуса, я здорово ударился. Это ты, наверное, столкнулся со встречным автобусом. Да, но что же мне говорить? Есть тысячи слов, которые можно сказать. Например, мне часто казалось, что звезды – это божьи ромашки. Божьи ромашки? Ты не возражаешь, если я запишу? Записывай. Божьи ромашки. А потом ты можешь сказать, что сумерки всегда нагоняют на тебя тоску. Почему? Именно это она и спросит. И она не устоит, если ты ей ответишь, что ты одинок. Можешь рассказать про свой типичный домашний вечер в Линкольншире, поведать, как ты медленно ходишь по лужайкам, разгуливаешь по ним. Обычно я сижу дома и слушаю радио. Нет, Гасси. Ты бродишь по лужайкам, мечтая встретить кого-нибудь и полюбить. Все очень просто. Затем берешь ее за руки и говоришь, что хочешь сказать нечто важное. И хорошо бы немного выпить. Выпить, ты сказал? Я не пью. Не пьешь? Нет. Не знал. Жаль. Принято считать, что умеренный градус приносит пользу. А если я выпью апельсинового сока? Выпей, если думаешь, что тебе это поможет. И хорошо бы в этот момент испустить тяжелый вздох. Тяжелый вздох. Потом берешь ее за руку и действуешь. Берешь за руку и действуешь. Ну, это в принципе все. Спасибо, Берти. А ты не хотела бы выпить чашечку кофе, Анжела? Нет, спасибо, мистер Глоссеп. Привет, Анжела. Привет, Таппи. Да. Дживс, ты не видел мисс Бассетт? Я думаю, она в швейной комнате, сэр. В швейной комнате. Позвольте поинтересоваться, сэр. Удался ли ваш план? Превосходно, Дживс. Не удивляйся тому, что слышишь. Таппи и Анжела в гостиной. Это хорошая новость, сэр. По непроверенной информации от слуг, повар Анатоль заявил, что увольняется. Да, конечно, я не должен комментировать всякие слухи, но такая возможность тоже не исключается. Он ведь иностранец. Да, сэр. Значит, он подвержен эмоциям. А я должен запомнить это, сэр. Швейная комната, сэр. Спасибо, Дживс. Старушка Мадлен, хочешь погулять? Прекрасно. Сегодня я не мог ничего есть. Был сильно расстроен. Я не думаю, что ты заметила. Но ведь я же отодвинул целую тарелку жареной баранины. Ради Бога. Какой красивый вечер, Берти. Согласен. Закрыли свои глазки все маленькие цветочки. Правда? И маленькие звездочки проснулись. О, Господи. Смотри, маленькие крольчата. Какие они маленькие. Да, замечательные, согласен. Ты знаешь, Мадлен, это смешной старый мир. Куда ты идешь? Я думала, мы гуляем. Я тоже так думал. Берти. Ты там? Гаси. Гаси. Что ты делаешь, Берти? Мне показалось, что там змея. Нет, конечно, нет. Кажется, что старый месяц стесняется Берти и прячется за облаками. Да, да, стесняется и прячется. Ты знаешь, если говорить о стеснительности, в этом доме есть разбитое сердце. Да. Жизнь порой бывает такой грустной. Да, бывает для некоторых. Для того сердца, которое разбито. Сердце, о котором я говорю, страдает. Ты имеешь в виду любовь? Беда в том, что сердце не решается сказать об этом. Только оно соберется с духом высказаться, как ты мелькаешь на горизонте, и все слова разбегаются. Это глупо, конечно, но так уж есть. Не говори больше ничего, Берти. Да я и не хотел ничего говорить. Вроде это все, что я хотел сказать. Я начала подозревать это в Каннах. Когда ты обычно стоял и молча смотрел на меня, с глазами полными чего-то, Нет. Да. Девушки всегда точно знают. Зачем ты последовал за мной сюда? Опять тот же страждущий взгляд и твои глаза. А теперь ты запинаешься, говоря эти слова. Нет, я совсем не удивляюсь. Прости, Берти, но я боюсь, это невозможно. Правда? Ну, ничего не поделаешь. Господи. Жизнь – это хаос, правда? Да. Я всегда так говорю. Жизнь – это хаос. Послушай, ты хочешь сказать, что у тебя кто-то есть? Есть, только я ему безразлична. Он так ничего не сказал мне. Представляешь, я была в гостях у друзей, гуляла с собачкой, и она, бедняжка, замнозила себе лапу. Я не знала, что мне делать, и тут неожиданно появляется симпатичный человек. Что с тобой? Так, ничего. Просто вспомнил, что должен был написать сегодня письмо. Господи, вот и Гасси Финкнутл. Где? Там, там, там. Вот же он. Я лучше пойду. Гасси позаботится о тебе. Таппи, а я как раз тебя искал. Да, вот я здесь и сижу. Анжела еще не появлялась? Нет еще. Ну, это никуда не годится. Она, наверное, заметила отсутствие у тебя аппетита. Отсутствие аппетита? Я голоден, как волк. Будь мужественен. Думай о холодном стейке и пироге в буфете. Ты еще будешь рассуждать об этом? Я только что перестал думать о еде. Ну, послушай. Почему бы тебе не убраться отсюда, Вустер? Хорошо. Привет, тетя Делия. Как ты смеешь показываться здесь? Честно говоря, тетя Делия, выглядите сегодня не очень. Не очень? Встаньте, тетя, потому что скоро сюда явится дядя Том, полный симпатии и беспокойства. Ты знаешь, где мой муж? Был здесь во время ужина. Я знаю, что он был здесь. Ты просто безмозглый дурак. Сейчас он в своем кабинете. Он занят. Он сидит за своим столом, подперев голову руками и размышляет о цивилизации. Нет ни шанса на получение денег от него. Почему? Потому что Анатоль подал в отставку. Что? Анатоль подал в отставку. И все из-за твоего дурацкого плана. Боже мой. Не то слово, боже мой. Ну, вы расстроились, это понятно. Конечно, это шок для всех нас. Шок, это то, что я устрою сейчас тебе. Нет, 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 тетя Делли, не спешите с выводами. Я все исправлю. Даже не пытайся лезть со своими идеями. Ааа! 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 Что-нибудь не так, Дживс? Мистер Финкнадл, неважно себя чувствовать, сэр. Все было превосходно. Жаловаться не на что. Совершенно. Как я хотел бы, чтобы весь мир был тритоном. Неужели ничего не получилось? Ему оставалось только сделать предложение. Это можно было предвидеть, сэр. Вообразите, сэр. Он оказался наедине с молодой девушкой, и в него сдали нервы. Джентльмены в таких случаях, сэр, обычно начинают говорить первое, что им придет в голову. Похоже, что в данном случае это были тритоны. Как ухаживать за ними, как лечить, и все в таком духе. Это плохо, Дживс. Да, сэр. И много он наговорил о тритонах. Из его слов следует, что он снабдил мисс Бассетт самой полной информацией, сэр. Это очень плохо, Дживс. Конечно, сэр. Он только начал рассказывать об отличии тритонов от саламандр по форме хвоста, а потом стал рассказывать ей о выраженном половом деморфизме у большинства особей. Затем она встала и сказала, что хочет вернуться домой. А потом? Она пошла, сэр. Как трудно, Дживс. Да, сэр. Я должен напрячь извилины и придумать выход из этой ситуации. Уверен, мистер Финкнотл будет благодарен, сэр. Это все, сэр? Да, спасибо, Дживс. Минуточку, миссис Треверс. Я могу допустить какие-то оплошности, но вы не можете издеваться над моими блюдами. Я не могу больше оставаться в этом доме. Нет, никогда. Я не могу оставаться. Я ухожу. Разве английские животные годятся в пищу? КОНЕЦ КОНЕЦ Я выбросил все английское из моей жизни. Нет, нет, я больше не могу оставаться в этом доме. Это выше моих сил. Нет. КОНЕЦ 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 Он сошел с ума. Он сошел с ума. Анатолий сошел с ума. Мистер Глоссоп, что вы делаете? Я должна была тебе сказать, мама, что мистер Глоссоп любит перекусить за ночь раза три-четыре. И это помогает ему дожить до завтрака. Я тороплюсь, миссис Треверс. Вы были добры. Добры и к Анатолию. Оставь эти ножи, Анатоль. Что ты делаешь с этим оружием, Том Треверс? Ничего, моя дорогая. Это конец. Анатоль собирается. Это все твои фокусы, Вустер. Мои. А что я такого сделал? Дживс. Будь добр, упакуй чемоданы мистера Вустера. Барти Уустер, Хью Лаури, Дживс, Стивен Фрай. На русский язык фильм озвучен по заказу РТР в 2002 году. РТР в 2002 году. Субтитры создавал DimaTorzok